Вначале там проект максимально недооценен, и он продается по минимальным ценам. Потом у него происходит там все больше какая-то огласка и известность к нему приходит, цена растет. Конкретно вот в этих домах можно было заработать там больше 30% менее, чем за полгода. И такие проекты еще есть. Либо у тебя есть вариант ее сдавать под 7% годовых, либо ты можешь в ней жить. В Дубае очень много действительно, что продается на хайпе. И очень часто люди оказываются в минусе, когда они покупают что-то на хайпе, уже когда цена куда-то скакнула, а потом не могут продать. Мы все-таки стараемся находить соотношение, оптимальное соотношение цены-качество, искать недооцененные проекты. Кто-то продает голые стены без мебели и без техники, а по соседству может быть вот такой прекрасный дом, в котором есть уже все. Здесь бывают подводные камни, о которых не все знают с самого начала. Сегодня я вам хочу еще показать Дубай с новой стороны. Многие думают, что Дубай – это высотки, небоскребы. Но сейчас в Дубае стало строиться очень много красивых зеленых микрорайонов. А цена, кстати, может быть гораздо ниже, чем в распиаренных районах, к которым мы все привыкли. Но давайте об этом подробнее расскажет Евгений, главный аналитик компании Палладиум Групп, которые и ищут на рынке вот такие недооцененные, но с другой стороны очень интересные объекты. Если вам нужны подробности, они все есть в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, я вам дам в описании к этому видео ссылочки, где будет более подробно про каждый из этих объектов, о которых мы вам расскажем в сегодняшнем видео. Здесь сейчас огромное количество таунхаусов и вилл, которые уже сданы. То есть люди инвестировали тогда, когда этот район еще был непопулярен, когда никто не понимал, что здесь все построится, когда все это было только на чертежах. И тогда, то есть это стоило гораздо меньших денег, и то есть здесь стоимость недвижимости выросла за несколько лет, там в два, где-то в два с половиной раза. Вот если взять для примера там район Дамаг Хиллс 2, который сейчас больше подходит как пример, потому что это было вот не так давно. То есть у нас есть сотрудница, у которой мама приобрела там недвижимость, в ноябре и в январе эта недвижимость выросла уже на 30 процентов за несколько месяцев. Они открыли там аквапарк, который был только на бумаге. И вот здесь часто бывает, когда какие-то вот эти сейлс-поинты начинают открываться, то цена может расти там за, не знаю, за неделю там на несколько процентов. Поэтому, то есть допустим, вот если бы у нас шла речь об инвестиции там полгода назад в Дамаг Хиллс, и я бы сказал, что вы можете заработать там Х2, например, там за полтора года, вы бы вряд ли поверили. А по факту, вот, ну, то есть человек заработал 30 процентов за несколько месяцев, и я думаю, что Х2 реально будет в том моменту завершения самого проекта. Ну и плюс ты можешь его после этого сдавать в аренду и получать двухзначную доходность в валюте от аренды, от суммы вложения. Да, сейчас очень много людей, особенно из России, ставят задачу именно вывести капитал и инвестировать его куда-то здесь в стабильную экономику с понятной доходностью в иностранной валюте. Вот, поэтому, да, тут для многих это очень сейчас интересно, и это тот курс, который многие видят для себя, находясь сейчас в России и в других странах. Жень, слушай, классная территория, много парков, мне нравится. Сколько здесь стоит жилье? Смотря о каком жилье, в Боре идет речь, потому что здесь есть возможность рассмотреть апартаменты резидентские, виллы, таунхаусы. Ну, то есть, для примера, если мы говорим про запрос какой-то вот средней семьи, то здесь есть в предложении три бедрумные таунхаусы, примерно 170 квадратных метров, ну, от 150 до 180, я бы так сказал. И стоимостью в районе там двух, два сто, два двести миллиона дирхам. То есть, в целом, это очень-очень интересное предложение по рынку, особенно учитывая то, что район один из, наверное, самых зеленых, при этом оснащенных всей необходимой инфраструктурой. Здесь будет мол, здесь есть уже международная школа, магазины, детские площадки, парк, лагуна, где можно купаться с аквапарком, гольф-поле Трампа, одно из самых известных. То есть, здесь есть все, и при этом здесь максимально комфортная цена. То есть, стоимость квадратного метра здесь там около трех-трех триста тысяч долларов за квадратный метр. А в самом, давай, пять тысяч средних, да, как я знаю? Есть районы, где это может быть 12 тысяч долларов, допустим, та же самая Палим Джумейра. Если мы говорим среднее по бизнес-бэю, то это, наверное, в районе шести с половиной тысяч. В Марине, ну, примерно так же. То есть, есть районы, как, допустим, там GVC, там среднее, около трех с половиной тысяч долларов за квадратный метр. Дубай, он очень разный, и у каждого района есть свои преимущества и свои недостатки. Поэтому тут, наверное, правильно отталкиваться от запроса, конкретно, что нужно тебе, что ты хочешь. Ты хочешь инвестировать и заработать сейчас, получить рост капитализации к моменту сдачи, и после этого быть уверенным в том, что ты будешь получать хороший доход от аренды. То есть, таких, скажем, проектов, где совмещается и возможность получить доход от аренды, и возможность роста капитализации, не так много. Вот это как раз история про таунхаусы и виллы, и это один из тех проектов, где это идеально сочетается. В Дубае, на самом деле, есть два района, которые можно сравнить между собой. Это Дамаг Хиллз и Дубай Хиллз. И в основном, большинство людей скептически относятся к Дамаг Хиллзу и при этом выбирают по каким-то убеждениям Дубай Хиллз. Мне нравятся оба этих района, и они оба достойных. Но просто если мы говорим про какую-то недооцененность, то, наверное, она больше осталась именно в Дамаг Хиллзе. Потому что здесь средняя стоимость ниже, при условии того, что здесь есть все то же самое, что есть в Дубай Хиллзе, и даже где-то больше. То есть, допустим, для примера, гольф-поля Трампа, они известные на весь мир, и они находятся вот именно здесь. То есть, а по оснащению парков и всего, в принципе, все то же самое. И тут, и там есть все, что нужно. Слушай, ну да, я гуляю, круто. А теперь мы посмотрим, что находится внутри одного из таунхаусов. Музыка. 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 я так сказал подписывайтесь наш телеграм-канал все подробности о каждом из объектов вот интересно подходящих как для инвестиций так для проживания своей семьей будут в нашем телеграм-канале просто если мы будем записывать все подробно это будет очень долго постараемся записать самое интересное с каждой локации но и я сами себе почему я еще смотрю себе сам выбираю жилье в дамах хилл да и во многих таких вот комьюнити микрорайонах дома хиллс 2 дуба хиллс часто есть бассейн и все необходимые атрибуты для отдыха то есть отсюда можно даже не выезжать смотрите это волны их делать специальные искусственные таким образом создается эффект моря вы можете слушать звук волны уже не слушай а есть вот что-нибудь такое бюджетное студия one bedroom вот в этой локации да мы можем предложить студии и да и one bedroom в том числе порядок цен то есть студии начинаются там примерно до 700 тысяч и дирхам можно уже что-то подобрать более того это будет уже в готовых домах поэтому как и тебе уже говорил ранее здесь на любой бюджет можно найти что-то интересное вопрос просто в том что выбрать что-то интересное здесь мы точно тебе поможем но студии не заканчивается существа тут говоря последний по моему остались да это действительно так то есть сам по себе район он набирает свою популярность и чем он более популярный тем цена выше о предложении меньше то есть это стандартная и так сказал наверное как сказать стандартные этапы всех интересных проектов которые мы стараемся искать в начале там проект максимально недооценен и он продается по минимальным ценам потом у него происходит там все больше какая-то огласка и известность к нему приходит цена растет когда он на хайпе это уже там максимум цены и тогда наверное в них заходить уже не так интересно но тем не менее здесь еще есть потенциал роста поэтому учитывая локацию учитывая то что ты здесь получаешь предложение здесь максимально интересно слушай вот я слышал есть район дамаг hills 2 это мне называли цену за виллу я если честно не поверю на начальном этапе сколько была цена за виллу за такой небольшой я так скажу что сейчас там есть виллы которые продаются примерно за миллион там 400 за миллион пятьсот дирхам как перебью тебя сразу в доллара переведу на 3 65 поделить то меньше 3 65 400 тысяч долларов где ну я бы так сказал что то что сейчас стоил стоит около 400 когда-то можно было взять за 200 с чем-то поэтому цель серьезно то есть настроить когда еще район был ни кем не до оценен на начальном этапе дать когда это был только план когда это были просто чертежи то есть цена действительно была максимально низкая чем больше объектов там начала сдаваться такие как там какие-то дома бассейны те же самые там аквапарки тем цена начала расти и действительно то есть там рост пяти пятьдесят процентов он был только буквально за недавнее время жень мы остановились у домов расскажи вот что у них интересного такого смотри это именно те дома про которые эти ранее рассказывал мы сейчас находимся с тобой в дома kills 2 предварительно перед этим мы были в дома kills 1 ехали до сюда ты не дашь соврать мы максимум 20 минут и за нами именно те дома которые вот в одном из них купила квартиру мама на одной из наших сотрудниц покупала она в ноябре примерно за 700 тысяч дирхам 2 bedroom и эта квартира сейчас уже стоит там больше миллиона то есть конкретно вот в этих домах можно было заработать там больше тридцати процентов менее чем за полгода и такие проекты еще есть и здесь огромное количество жилья которое будет строиться и когда-то там полгода назад когда мы предлагали этот проект нашим клиентам многие не верили что здесь вообще ничего ну что здесь что-либо будет а когда когда здесь начинают появляться проекты все больше и больше и больше люди видят это и только потом уже начинают вкладывать когда но многие цена уже выросла во многих проектах же расскажи вот что это за здание куда мы приехали борьда с удовольствием расскажу мне так давно ты меня спрашивал куда бы вложить деньги под гарантированный доход чтобы сдавать его в аренду не куда-то вот это как раз один из тех вариантов которые можно было бы рассмотреть уникальность этого проекта который называется upside заключается в том что это резидентские апартаменты не отельные как обычно продают на рынке с такой концепции резидентские апартаменты где вы можете взять вложить деньги под гарантированную доходность семь процентов годовых вот то есть в чем разница резидентские апартаменты от отельных отличаются тем что в резидентских ты покупаешь не коммерческие помещения ты покупаешь именно квартиру в которой ты сможешь дальнейшем жить то есть либо у тебя есть вариант ее сдавать под семь процентов годовых либо ты можешь в ней жить и самое главное это дом от одного из самых топовых застройщиков seven tights мы работаем с этой компанией уже давно и вот пример они продавали одну мы смысле продавали один из них проектов на марки марки square называлась проект назывался марки square там точно также была обещана гарантированная доходность и клиенты получают свои деньги получают свою гарантированную доходность поэтому застройщик надежный доверять его можно ну то есть просто как я понял застройщик заработал денег он продал недвижимость еще и управляет вам дает доход ну а сверху себе берет да все верно здесь у этого здания очень интересная концепция так называемый к ливинг жизнь по подписке и заселением дома будет заниматься полностью управляющая компания поэтому если ты рассматриваешь именно что-то под постоянный денежный поток то это хороший вариант именно потому что ты инвестируешь деньги и сразу же получаешь уже свой гарантированный доход это особенно интересно для многих клиентов сейчас когда речь идет о быстром переставлении к под до стабильный доход в иностранной валюте слушай очень интересно если вам нужны подробности смотрите в телеграм-канале просто же не мне хотел да и другие ребята показать много объектов ну и очки я забыл в машине так что пора этот объект все подробности в телеграм-канале жизнь куда мы приехали смотрю новый дом уже готовые жилье чем она интересна расскажешь конечно отличный вопрос мы находимся в одном из проектов одного из самых топовых застройщиков дубая компании селик групп этот проект уникальный тем что он уже сдан то есть ты правильно заметил что мы находимся уже в готовом жилье собственно здесь вы можете посмотреть и планировки и высоту потолков панорамные окна то есть ну и качество отделки это можно уже как говорится пощупать но это не единственный плюс на самом деле самое скажем так вишенка на торте этого проекта заключается в том что стоимость квадратного метра здесь сейчас порядка пяти тысяч долларов чуть чуть выше и если то есть мы находимся в бизнес-бэе и если говорить среднее по району то цена примерно на 20 процентов ниже рынка при условии того что там за шесть за шесть с половиной тысяч сейчас продается объекты которые будут сданы там через два через три года а здесь есть возможность приехать посмотреть и если все устраивает купить и сразу же жить то есть таких предложений на рынке дубая особенно в районе бизнес-бэе сейчас не так много а если мы говорим про цену то по такой цене аналогов просто нет начинаются здесь среднем от 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 1 и 8 уже есть предложение на 2 бэдрум но я говорю правильнее всего наверное смотреть стоимость квадратного метра учитывая то что есть разные планировки мы понимаем что есть поменьше есть побольше но и в среднем где-то там пять сто за квадратный метр для бизнес-бэе это прямо очень классная цена вот но и в целом здесь просторные ванны и комнаты душевые ну короче кайфовая на самом деле отделка вот реально крутяк не здорово здорово классный объект плюс и цена ниже чем по району по бизнес-бэе что уже готовый объект можете как заселиться сами так и сразу купить и сдавать в аренду у уже мы приехали в новые апартаменты мне прям очень нравится расскажи в чем здесь особенность внешне это мне нравится Ну смотри, Борис, особенность их заключается в том, что это идеальный вариант под твой бюджет, который бы я тебе предложил. Потому что ты говорил, что рассматриваешь OneBedroom примерно 200-250 тысяч долларов. В эти деньги можно рассмотреть в целом много чего на рынке, но чтобы взять по соотношению цена-качество и выбрать какой-то идеальный вариант, то, наверное, таких не очень много проектов, которые бы могли бы тебе предложить. Вот в одном из них мы находимся сейчас, проект будет располагаться в GVC, строящееся здание, создается в 2025 году. И вот просто для примера, здесь OneBedroom со средней стоимостью квадратного метра около 3 тысяч долларов. Можно взять отличные апартаменты и по стоимости это будет как раз примерно 230 тысяч долларов. Причем в эти деньги ты получишь уже полностью мобилированные апартаменты с отличной отделкой, шикарным ремонтом, системой умный дом и кучей всяких плюшек и фишек. Просто даже вот если обратить внимание на отделку, на мелочи в деталях, очень многие застройщики сейчас продают в том же самом районе GVC квартиры, которые стоят столько же, а может даже дороже, с хуже ремонтом, кто-то без техники и уж тем более там без мебели. Здесь в эти деньги уже входит все и таких предложений на рынке действительно немного. Забегая немного вперед, с застройщиком у нас подписаны эксклюзивные, как сказать, эксклюзивные контракты. В общем, скоро будет новый проект и если ты не успеешь себе купить в этом, то мы обязательно тебе предложим в следующем, потому что такого качества на рынке нужно поискать за такие деньги. Ну, как я понял, у вас даже, вот ты говорил, тоже был похожий проект. Пока я его рассматривал, кто-то этажом купил. Ну, я не буду скрывать, в этом проекте у нас несколько этажей как раз купили. Вот на текущий момент, на момент, когда мы снимаем с тобой видео, нам действительно есть что-то тебе предложить, но тут буквально один-два варианта осталось. И я бы про Дубай сказал так, что у нас часто клиенты обращаются с запросами, хочу под сдачу в аренду, там, не знаю, условно на бизнес-бэй, готовое, вот чтобы типа пошел и купил. Вот чаще всего, чаще всего, если нет никакой предыстории, если не было такого, что, например, застройщик сдавал самостоятельно в аренду, если не было какой-то перепродажи дома, если нету концепции продать уже готовое жилье, то чаще всего, если в продаже остается что-то не распроданное, то есть какой-то нюанс. То есть в Дубае чаще всего проекты, которые реально интересные, разлетаются за несколько дней, некоторые даже за несколько часов. То есть, ну вот, я не знаю, пойдет у тебя речь про виллы в данном видео, которые в таком замечательном месте, как Аль-Джурф, возможно, кто-то тебе расскажет, но вот это реальная история, что буквально все виллы были расторжены за 15 минут. Да, мне уже рассказывали другие ребят, как вот я тебя понял, а других ребят, я уже, кстати, один такой объект, Гольфьюз, тоже пока думал, он разошелся, что вот рынок Дубая, он такой несбалансированный. Есть очень много объектов на хайпе выше рынка, а вот бывают такие вот эксклюзивы, которые вы как раз ищите. Интересные. Я бы сказал так, что в Дубае очень много действительно, что продается на хайпе, есть застройщики, которые на слуху у всех, эти застройщики имеют уже определенный, как сказать, такой маркетинговый уровень, который на слуху, особенно у российской публики, и я не хочу называть этих застройщиков прям по именам, но чаще всего эти деньги, которые были вложены на маркетинг, они были сэкономлены либо на качестве, либо заложены в цену. Поэтому, да, ты здесь совершенно правильно сказал, что мы все-таки стараемся находить соотношение, оптимальное соотношение цены-качества, искать недооцененные проекты и вкладывать, ну, скажем так, деньги наших клиентов не в то, что сейчас проще продать, а то, на чем они смогут заработать, ну, потом, когда будут перепродавать. Потому что все равно многие, кто входит в рынок в Дубае, они выводят деньги из, там, скажем, разных стран, вкладывая в более стабильную экономику, это первое, да, второе, они чаще всего хотят заработать, третье, там, все там часто для жизни. И какой бы вариант, там, вы не выбирали, вы все равно хотите, то есть не оказаться в минусе. И очень часто люди оказываются в минусе, когда они покупают что-то на хайпе уже, когда цена куда-то скакнула, а потом не могут продать. Такое тоже есть, Дубай разный, и мы именно отвечаем за то, чтобы ваша инвестиция была выгодной. Смотрите, подробнее по этому проекту есть в телеграм-канале, так что подписывайтесь, там вы все можете подробнее прочитать. Ну, и задавайте вопросы, комментарии к этому видео, я что знаю, отвечу, Женя ответит, или я у него спрошу, мы обязательно ответим. Да, но я бы напоследок просто показал бы... Да, конечно. Да, потому что, ну, вот это то, что все должны держать в голове, что в целом в Дубае, там, вот если мы берем 250 тысяч долларов, то кто-то продает голые стены без мебели и без техники, а по соседству может быть вот такой прекрасный дом, в котором есть уже все. Давайте просто посмотрим, как он будет. Ну, и как я понял, это лучше у ваших экспертов уточнить, чтобы не купить, условно говоря, голые стены, если вы не хотите. Лучше, да. Вот это, короче, на самом деле классный ван-бедрум с хорошим дизайном, с отличными шкафами, с раздвижными дверями. Просто вот здесь, как бы, о, смотри, какое-то резонирование получается. Прикольно. Вот, то есть, и они, получается, полностью независимы двери. Приятные, получается, шкафы. Видите, все такой дизайн. Слушай, реально круто. Женя, наверное, кропотливая работа, искать такие объекты, могли бы тоже продавать все подряд. Слушай, ну... Такой каверзный вопрос. Да нет, вопрос, на самом деле, нормальный. Я не буду, как бы, выделять и говорить, что мы там самые белые, пушистые. Возможно, на рынке есть компании, которые также от этого относятся, как и мы. Но для нас игра в долгу – это не пустые слова. Мы действительно с большинством клиентов провели не одну сделку, а несколько. У нас не просто компания, которая занимается реал-эстейтом, у нас группа компаний. Мы помогаем нашим клиентам в открытии счетов, релокации бизнеса, в открытии здесь различных компаний. И в целом предоставляем весь спектр услуг, в том числе и продажу недвижимости, которая была либо куплена через нас, либо не через нас. То есть мы с клиентами играем прям реально в долгую. И поэтому, то есть нам нету задачи впарить что-то сейчас. Мы понимаем, что там продав что-то, может быть, не очень интересное там сегодня, мы потеряем этого клиента завтра. То есть наша задача, когда мы что-то предлагаем купить там даже тебе, понимать, что через какое-то время мы точно так же сможем это легко продать. То есть поэтому мы предельно открыты и нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами. А если у вас есть вопросы к Евгению, задавайте по ссылке через форму связи, которая будет под этим видео. Женя, расскажи, пожалуйста, чем вот этот объект интересен? Где он расположен? Ну, мне эта территория нравится. Ну, думаю, инвесторам интересна цифра, наверное. Боря, это отличный вопрос. Это один из, наверное, самых топовых объектов, которые бы могли предложить на Бизнес Бэй, в районе Бизнес Бэй. Он находится рядом с каналом, рядом с большим парком, Сафа парк, который называется. Проект уже полностью готов. У него отличная стоимость средняя квадратного метра в районе 6500 долларов. Это примерно средняя по району. Но при этом в комплекс данного здания входит гостиница «Хилтон». И если посмотреть по аренде, за сколько дается там номер сейчас за сутки, поделить это на два и просто представить, за сколько вы можете сдавать здесь свои, те же самые двухкомнатные апартаменты, то здесь можно рассчитывать на очень хорошую доходность, там порядка 6% и даже выше. Здесь отличный резидентский бассейн. Это самый большой резидентский бассейн во всем Дубае. И в целом, ну то есть это здание... Оно уже готовое? Да, это полностью готовое здание. И оно очень сильно отличается от всех остальных и по виду, и по оснащению. И в целом это очень хороший билдинг. Женя, расскажи, куда мы сейчас приехали. Тоже достаточно интересное место. Это так, как я слышал, что в Дубае-Марине, ну, очень часто и от вас, от многих нет ничего интересного в соотношении цены-качества. Расскажи про это место. Да, Борь, я тебе расскажу тогда пару слов вообще в целом о проекте и о Марине. Марина... Дубай-Марина – это один из самых, наверное, востребованных районов с точки зрения туристического спроса. То есть в Дубае вообще есть два района, которые максимально интересны по аренде. Это Дубай-Марина и Бизнес-Бэй. Бизнес-Бэй – это центр бизнеса, Дубай-Марина – это центр туризма, скажем так. Но у Дубай-Марины есть определенные нюансы и минусы. Один из них – это большие пробки. Второй – это огромное количество старых домов. И здесь очень мало предложений новых, а особенно новых предложений по хорошей цене. И вот мы находимся с тобой в одном из тех проектов, в одном билдинге, который новый, в отличном состоянии. И по стоимости квадратного метра вы можете купить здесь апартаменты дешевле 4 тысяч долларов за квадратный метр при средней цене в Марине около 6 и выше. А новые здания, которые строятся буквально через дорогу, допустим, там Шоба, Сиа Хеван или там Дамаг Кавалли, стоят примерно по 12 тысяч долларов за квадратный метр. Предложение, можно сказать, здесь просто уникальное. И вы действительно можете приобрести прямо сейчас недвижимость здесь уже в готовом доме по цене в средней стоимости района, как бы GVC, которая составит, как я уже сказал, около 4 тысяч долларов за квадратный метр при средней около 6 за квадрат здесь в соседних зданиях. Во многих комплексах Дубая, практически во всех, есть спортзал. Вот, например, здесь очень классный, очень большой. Жень, расскажи, вот куда мы приехали, что за интересный район ты мне очень хотел показать. Да, Борис, это тоже очень хороший вариант под твой запрос. Мы находимся сейчас с тобой в Шардже, в новом районе, который будет скоро новым центром Шардже, который когда-то, как когда-то в Дубае, вот, даунтаун стал новым центром Дубая. Собственно, район уже наполовину, наверное, готов, можно так сказать. Ну, может, не наполовину, но здесь уже, как ты можешь обратить внимание, есть уже сданные дома. Есть часть домов, которые уже практически сданы, то есть они находятся на завершающей стадии. Мы находимся с тобой на парковке, которая будет, можно сказать, таким, как центром. А самым центром уже будет здесь вот огромный мол с видовым рестораном, и, как ты видишь, он тоже уже строится. Поэтому, чем мне нравится этот район, что здесь уже очень много чего построено. Например, тот же самый парк, вот, я предлагаю тебе пойти прогуляться, по нему посмотреть, потому что он уже есть. Это не то, что где-то на бумаге, что мы можем только посмотреть виртуально. Это мы уже можем потрогать, то есть здесь инфраструктура строится в наших глазах, и часть ее уже возведена, я бы так это сказал. Женя, классная территория, мне вообще нравится. А сколько ехать вот до Дубая сюда? Слушай, ну смотри, здесь все относительно до Дубая. До Дубая ехать 5 минут. Другое дело, что это там до начала Дубая, да, то есть до конца Дубая ехать там чуть дольше. Ну, может быть, существенно дольше. Это как одного конца Дубая до другого. То есть, соответственно, ну, то есть, вот мы, например, работаем на бизнес-бэе, и правильно мерить, наверное, оттуда. Вот, чтобы ты понимал, от бизнес-бэя досюда столько же, как от бизнес-бэя до GVC. Причем, как бы, ну, мне этот район, наверное, нравится даже больше, потому что, ну, обрати внимание, насколько здесь много зелени. Здесь уже огромное количество площадок, готовых территорий для, там, игры, скейт-площадка, фонтаны, детские различные развлечения. Как я уже говорил, молча скоро построится. Это, безусловно, повлияет точно так же и на стоимость квадратного метра здесь. Поэтому, ну, этот район максимально перспективный и интересный для вложения сейчас с перспективой на будущее. Ну, GVC – это район Дубая. Да, GVC – это район Дубая, это тоже отличный район, и мы с тобой тоже уже про него говорили и были там. Он, безусловно, хорош по-своему. Просто там Дубай, а здесь Шарджи, и поэтому цена должна быть немного интереснее. Я бы сказал так, что спрос на недвижимость в Дубая гораздо больше, чем спрос на недвижимость в Шарджи. Но предложений в Шарджи такого уровня, как мы посмотрим сейчас с тобой, апартаментов, просто нету. То есть, здесь конкуренции будет гораздо-гораздо меньше, и несмотря на то, что здесь будет меньше спрос, когда здесь сдастся молл, когда этот район будет полностью готов, цена недвижимости здесь будет гораздо выше. Именно потому, что это будет самым центром Шарджи А как я тебе уже говорил, Шарджа это один из самых больших эмиратов С огромным количеством рабочих мест Здесь хорошо развита медицина, здесь хорошо развита различная автотематика Всякие рынки Рынки, авторы Да, да, да Поэтому здесь огромное количество рабочих мест и людей с хорошими деньгами Которым удобно жить в Шарджи И то есть, ну, я уверен на 100% что все они захотят жить именно здесь Потому что это будет самым престижным районом Шарджи Ну и как я заметил, в отличие от Дубая, тут здание гораздо меньше этажности То есть, по идее, квартир должно быть меньше Да, ты все правильно говоришь То есть, допустим, если мы сравниваем с Дубаем Там обычно, особенно если взять какую-нибудь там Марину или Бизнес Бэй Там представлены здания по 30, по 40, по 50 этажей И некоторые даже выше Здесь мы говорим про застройку, которая максимум там 12-10 там этажей И, соответственно, здесь конкуренции будет гораздо, гораздо больше И вкладывая сейчас, пока этот район на стадии строительства Есть возможность инвестировать по хорошей цене Жень, расскажи, что здесь, какая цена В чем преимущество этого объекта? Ну, смотри, вот мы с тобой прогулялись по району Посмотрели, что здесь уже часть района сформирована Много зелени, уже площадки Можно, можно сказать, переезжать и жить Сейчас мы вот в апартаментах одного из проектов И можно просто отметить, что здесь, во-первых, очень хороший дизайн Очень качественные материалы И в целом, вот мы сейчас с тобой пройдемся, более подробно посмотрим Качество здесь, наверное, на одном из самых высоких уровней И того, что вот можно посмотреть среди прочих в Дубае Тут в районе 750 тысяч дирхам можно рассматривать хороший one-bedroom Она будет большая, хорошая планировка Стоимость квадратного метра здесь Тут есть несколько проектов Но вот в целом в таком качестве можно рассматривать Там от 2 600-2 700 тысяч долларов за квадратный метр Что в целом тоже сильно ниже, чем в Дубае Но, опять же, в Дубае есть районы, например, там GVC Где есть что-то похожее, там за 3,5 тысячи Точнее, похожая цена Но это будет другое качество Жень, как я тебя понял То есть ехать отсюда столько же, сколько до отдаленных районов Дубая Но там либо 3,5-2 600, это все равно разница в цене Либо выше цена, либо за такое качество хуже внутренняя отделка Поэтому он интересен Да, безусловно, здесь очень хорошее качество за эту цену То есть в Дубае ее просто не найти Но когда мы предлагаем клиентам, нашим клиентам какие-то проекты Мы даем акцент не только на стоимость квадратного метра А даем понятное развернутое объяснение, почему эта цена должна вырасти То есть еще раз повторюсь, что мы находимся с тобой в самом сердце этого микрорайона А сам микрорайон будет новым сердцем с Шарджи То есть здесь будет построен самый большой молл, который проецировало бюро Захи Хадид Захи Хадид это иконическая фигура, которая, если ты знаешь, я думаю, ты уже знаешь В бизнес-бэе есть опус Да, это вот знаменитое здание, как раз спроектировано Захи Хадид И в том числе здесь весь проект разрабатывался под ее покровительством Поэтому здесь, в тот момент, возвращаясь к мысли, когда здесь сдастся вот этот молл Это будет новым центром Шарджи И сюда однозначно потекут люди со всего вот этого региона Поэтому проект обречен на успех И здесь однозначно стоимость будет расти Поэтому с целью инвестиций я бы рассматривал, один из вариантов рассматривал для тебя вот этот Смотрите, все подробности об этом проекте есть в телеграм-канале Там планировка, стоимость различных юнитов Подпишитесь на телеграм-канал Если есть вопросы, задавайте на ютубе Или напишите Евгению или сотрудникам Палладиума в телеграм-канале Ну, для меня, как я вот смотрю, это интересный проект Единственное, что здесь, ну, нужно иметь машину А так, очень классный проект, все подробности в телеграм-канале Борис, ты сказал один момент по поводу машины И в целом складывается такое мнение, что шард же это далеко Вот я просто приведу тебе пример, что отсюда до метро 7 километров по прямой До дубайского метро До дубайского? До дубайского метро То есть, грубо говоря, это на автобусе или на такси совсем небольшое количество времени То есть, у нас есть там понимание, что многие люди, например, которые живут в GVC Или там, ну, в ближайших районах Вот там, опять же, если мы их сравниваем В Дубае В Дубае, да Едут, например, также до метро И часть людей едет, например, до метро, там, скажем, Альфурджан Или там Discovery Garden Или там Экспо 2020 Которые находятся с другой стороны Дубая И вот если ехать на метро оттуда до центра Дубая То это будет еще дольше, чем отсюда Поэтому для тех людей, которые рассматривают покупку недвижимости не в самом Дубае Потому что, ну, по разным факторам Кто-то не проходит по бюджету Кто-то хочет больше зелени, как, например, здесь Для них, вот, находясь тут Во многих смыслах это будет даже ближе и удобнее с точки зрения транспортной развязки Чем, например, в том же самом GVC в Дубае Потому что, как минимум, в Шардже очень хорошо развита автобусная сеть И ходить в самой Шардже нет метро Туда ехать до дубайского метро, это более несколько минут Жень, спасибо за комментарий Вот я уже в Дубае очень долгое время Больше полутора лет И вот реально, вот такие нюансы сам узнаю по мере видео По мере записи видео Поэтому, ну, вот все эти нюансы могут рассказать ребята Кто, во-первых, живет здесь Кто каждый день занимается недвижимостью Так как они все это изучают, узнают Поэтому все вопросы задавайте им Я думаю, они вам подберут обязательно что-то интересное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok